Всем привет! Вы смотрите канал MACHAR Studio и это уже третья часть о том, как сделать механизм открытия-закрытия забрала шлема Железного Человека. Давайте уже приступим! Использовать я буду Arduino Uno. Если кто у меня в группе есть, то наверняка видели, что пришла еще Arduino Nano, на которой потом, собственно, и будет работать шлем. А на Uno я тренируюсь. На Nano надо будет еще поднять ножки. Как видно на видео, Arduino Nano очень маленькая, и она в самый раз поместится в шлем Железного Человека. По планам у меня стоит доделать вот этот вот шлем Железного Человека. Это Mark 33. Сюда же где-то будет установлена Arduino Nano, и здесь будут размещены слоты для батареек. Ну и для того, чтобы проделать все это, я нашел старую убитую мышку, в которой есть рабочий светодиод. Он таки нам и нужен. Я взял паяльник и начал его оттуда выпаивать. И вот диод выпаян. Теперь нужно к плюсу припаять провод. Благо проводов у меня хоть жуя одним местом, в сфере треда ведь работает. Я взял витуху, разодрал оплетку и откусил два провода. Это белый, оранжевый и оранжевый. Плюс у светодиода это Anode. Фокус у меня тут не хочет фокусироваться, поэтому я вам покажу иллюстрацию, чтобы вы не перепутали, куда паять проводулю. А минус у диода это катод. Туда я припаял оранжевый провод. Вообще такие вещи, по идее, собираются на бредборде. У меня такой платы нет, поэтому собираю все почти на коленке с помощью паяльника. Далее я взял тактовую кнопку и начал наносить на ножку олова. На ножках нет каких-либо обозначений между этими ножками, выбиты какие-то буквы. Я взял за основу правую ножку, что ближе ко мне. Далее я взял резистор на 10 кОм и стал припаивать его к этой ножке. Резистор поможет убрать дребезжание кнопки в случае плохого контакта. Это чтобы как бы диод не зажигался сам по себе. В общем, как-то так. Далее я припаял коричневый проводок к противоположной ножке диода и вставил в пин ГНД на Ардуино. А напротив от ножки с диодом я начал припаивать синий провод и воткнул в цифровой пин Ардуино под номером 2. После этого я вернулся к диоду с припаянными к нему проводками и начал припаивать резистор на 220 Ом к бело-оранжевому проводу. Этот резистор выступает в роли защиты, то есть если кнопка не нажата, он будет фиксировать отсутствие напряжения, чтобы не было хаотичных срабатываний, типа шумов вокруг провода, которые производят электромагнитные волны. После этого надо припаять оранжевый провод к коричневому проводу с припаянным к нему резистором на 10 кОм. Далее надо резистор от бело-оранжевого провода воткнуть прямиком в цифровой пин под номером 8. И теперь у нас завершающий этап. Сейчас надо красный проводок прицвить водкой этой ножки на кнопке слева от ножки с припаянным резистором и воткнуть это дело в пин с обозначением 5В, то есть 5 вольт. На этом сборка закончена. Теперь же перейдем к написанию программы. Выделяем все это, удаляем. Пишем INT от английского Integra, то есть целое число. Далее пишем Button. Приравнивается к пину под номером 2, куда мы воткнули пин. Не забываем в конце ставить точку запятой, чтобы программа поняла, что кнопке больше ничего не присваивается. Это как поставить точку в конце предложения. Далее обозначаем какой порт в номере светодиод и пишем INT LED, так обозначает светодиод. И пишем в случае порт 8. Точка запятой, помню об этом. Теперь нам нужно установить функцию, где будут происходить некоторые действия. И пишем. Вводит сетап. И открываем фигурные скобки. И между этой скобкой обозначаем режим пинов. И это светодиод и кнопка. Светодиод стоит у нас на выходе. Херняк, как вылезло. Пишем. Пин мод. Скобки открываем. И внутри скобок пишем LED, запятая, output, то есть выход. Вообще режим pin мод устанавливает режим работы пинов входа и выхода. Я обозначил кнопку также в режиме pin мод. Открываем скобочки. Пишем кнопку button, запятая, и ей назначаем выход. Точнее вход. Input. А теперь нам нужно здесь задать цикл, где если кнопка нажата, то зажигаем светодиод. В партином случае диод гаснет. Пишем void loop. Скобки. И назначаем фигурные скобки здесь. В фигурных скобках мы пишем if. If это если. Открываем скобочки. Digital read. Обозначаем кнопку button. Приравниваем ей значение высокое, height, то есть нажат. Вообще digital read это функция, которая считывает значение заданного входа. Это high или low. Продолжаем. Открываем фигурные скобки и пишем digital write. И в скобках пишем let. И также обозначаем high, то бишь светодиод загорится. Digital write это функция, которая подает значение на цифровый вход. То есть пины. У нас это обозначает 8. Значит при передаче сигнала в скобке диод должен загореться. И здесь мы обозначим тот самый противный случай. Пишем else. Иначе. Открываем также фигурные скобки. Пишем digital write. В скобочках обозначаем let. Ставим запятую и в противном случае, то бишь диод не горит. Low. И закрываем последнюю нашу фигурную скобку. А теперь загружаем и пробуем. Хрень какая-то вылезла. Что-то где-то я ошибся. На low указывает. Где-то, где-то, где-то. А, все, понял. Там двоеточие стоит. Все, а теперь пробуем. Как видно, все работает. И при нажатии кнопки диод загорается. Значит, сделали все правильно. И вот для себя вы можете подчеркнуть из этого видео о том, как можно прицепить к Ардуино кнопку и повесить на нее функцию. Таким же примерно способом на Ардуино можно повесить сервоприводы и прицепить к ним кнопку. Но это уже в следующих видео. Ну, а на этом мы заканчиваем. А ты обязательно подпишись на канал, так как тебе уже наверняка стало интересно, что же будет дальше. А я на этом прощаюсь. В общем, до скорых встреч. Всем пока.